Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава Третьей Маковейской книги, читая вот этот перевод под редакцией Нина Брагинской, для библейского портала экзегет, с небольшими комментариями, а вот в этой книге их очень много. Ну вот, жутковатая история про то, как царь Египта, Птоломей Филопатор, призвал уничтожить всех иудеев, после того, как его не пустили в Иерусалимский храм, куда он хотел в качестве туриста проникнуть. Ну и как его указ исполняется? Сначала он пытался их в рабство обратить, но иудеи откупались от переписчиков, а вот тотальное уничтожение, плюс еще награда всякому, кто донесет на иудея, и угроза убить всякого, кто укроет иудея, все это, конечно, должно было вызвать свои эффекты. В принципе, вот схема примерно та же, что была в Третьем Рейхе опробована. Всюду, куда доходило это распоряжение, для язычников за общественный счет устраивали пиршество, шумные, веселые. Так что, казалось, застарелая ненависть, давно копившаяся в своих душах, когда я был дал свободный выход, вырвалась, наконец, снаружи. Ну, то есть, понятно, очень часто есть все эти межнациональные конфликты, там все друг друга недолюбливают, люди разных народов, у всех есть какие-то претензии. Но вопрос в том, что люди обычно сдерживаются, и приличия, и законы государственные не дают им устраивать геноцид. А вот когда государство дает развлечения и стимулирует, то всегда находится большое количество энтузиастов. А иудеи погрузились в глубокую скорбь и рыдали, издавая чайные крики, потому что сердца их пронзали, доносившиеся отовсюду стоны, оплакивавших свою нежданную погибель, ведь их обрекли так внезапно. Какой ном, ном – это область в Египте, какой ном, какой город, какое вообще обитаемое место, какие улицы не наполнились причитаниями и скорбными воплями. Наместники разных городов изгоняли их всех разом с такой свойственным безжалостным людям жестокостью, что даже иные из врагов, видя во время таких небывалых казней всеобщее сострадание, оплакивали злосчастные изгнания иудеев и задумывались о непредсказуемых превратностях жизни. Да, вот, ну, понятно, что такая бытовая вражда – это одно дело, когда видишь, что всех построили и ведут на убой, ну, как-то чувствуешь себя неуютно, даже если ты их раньше не любил. И правда, гнали толпу старцев, убеленных сединами, с трудом волочащих ноги от старости, согнувшихся под сильными ударами, ибо без зазрения совести их подгоняли идти быстрее. А девицы, и два ступившие на порог чертога брачного для совместной супружеской жизни, скорби, причащаясь в место наслаждения, посыпали прахом волосы, еще благоухавшие умощениями, то есть прямо вот со свадьбы уводят невесту. Их угоняли простоволосами, и, словно терзаемые чужеземными львами, они вместо брачных песен в один голос заводили погребальный плач. В оковах у всех на виду их силком волокли, чтобы погрузить на корабль. Ну там Нил же, поэтому по Нилу перевозят этих самых пленных. А их мужья, юноши, в полном расцвете сил, чьи шеи оплетены были вместо венков веревками, уже видя преисподнюю себя под ногами, проводили оставшиеся дни свадьбы за погребальным плачем, а не за праздничным столом, и в юношеской беззаботности. Как тащат зверей, скованных необоримым железом, так их стаскивали вниз. Одних приковали за шеи к корабельным скамьям, другим забили ноги в крепчайшие колодки. Кроме того, сверху уложена была сплошная палуба, чтобы глаза их видели кругом, один только мрак, и чтобы во время плавания их содержали как изменников. Ну то есть их в трюм погрузили, или даже точнее их погрузили на корабль, а потом закрыли досками, сделали такой трюм. Итак, когда их доставили в место под названием Схедия, ну это такой особый городок, где было назначено это гетто, это недалеко от Александрии. И плавание, как постановил царь, закончилось, он приказал разместить их на окраине города на ипподроме, окруженном огромной стеной и очень подходящим для того, чтобы образцовую казнь видели и все те, кто возвращался в город, и те из горожан, кто отправлялся, пересекая страну, на чужбину. Так что иудеи никак не могли общаться с воинами царей, вообще не нашлось для них места в черте города. А ипподром, понятно, что такое хорошее место для того, кто планирует массовые казни, и причем со зрителями, да, там же еще на трибунах можно сидеть. Как это здорово, как придумано хорошо, думали они. После этого царю донесли, что единопременники иудеев часто тайком выходят из города, оплакивая бесславную участь своих братьев. Соответственно, еще не всех собрали, только начали собирать. Он страшно разгневался и приказал, чтобы и с этими поступили точно так же, как с теми, дабы их наказание ни в чем не было мягче, чем у тех. А еще провести поименную перепись всего народа иудейского, причем не для тяжких каторжных работ, как было объявлено незадолго до этого, да, первый план был их в рабство обратить. А чтобы полностью всех истребить всего за один день после истязания предписанными пытками. Перепись эта проводилась в крайней спешке и с великим рвением от восхода до заката солнца. Но закончилась она через 40 дней, так и оставшись незавершенной. Тоже характерный признак. Вот это тоталитарное государство, оно пытается что-то сделать срочно-срочно и везде. А исполнители, во-первых, кому-то это все не нравится изначально, во-вторых, кого-то там подкупили, кто-то отлынивает. То есть вот исполнители всегда смягчают эти жестокие и жуткие законы. А царь, весь во власти бесконечной бурной радости, устраивал в честь всех своих идолов пиршества, разумом сбившимся с истинного пути, и устами оскверненными восхвалял он тех, кто глухо не может ни говорить, ни прийти на помощь, соответственно, это языческие боги, идолы. Зато против величайшего бога говорил непотребное. По прошествии назначенного срока песцы донесли царю, что им не справиться с переписи иудеев из-за безмерного их множества. А ведь еще больше в глубинке, один у себя дома, другие кто где, так что сделать это не по силам даже всем наместникам в Египте. Но вот, опять-таки, слишком амбициозный проект. Вот уже все идет не так, как думает царь. Царь оброшился на них с угрозами, полагая, что иудеи их подкупили, чтобы найти средства спастись. Но ему пришлось убедиться в их правоте со всей ясностью, когда они, приведя доказательства, заявили, что у них уже закончились запасы листов и тростника для письма, листы папирус, соответственно, писали на папирусе в Египте. А это была сила непобедимого промысла того, кто с небес помогал иудеям. Ну вот, царь терпит первое поражение, но люди-то, люди-то еще на ипподроме, и при чем их собираются убивать, что же с этим получится? Ну, об этом следующая пятая глава. Продолжение следует...